Продолжим грамматический разбор Суры Ат-Тин Разбирая шестого аят мы остановились на разборе последних двух слов этого аята Гайра мамнунин Гайра это наўт или аўрин Это наўт описание и определение слова аўрин У наўт или морфуа морфуан мислю Наўт описание или определение поставленного состоянием рав имени Так ёдже как и оно будет в состояние рав именительных падеже У акلامату равў и признак падежа рав во этом имени «Атдамут аз emerge ту а pertamaid Гайрана рўин Гайры от мудааф является первой частью зафетного сочетания У амману sido наградом это мудааф или и вторая часть зафетного сочетания Надь журн был модааф поставлены мудафам состояние рўин У акلامату радуж а emoji Признак падежа рав в этом имени Следующий ает это Что же после этого заставляет тебя считать ложью воздаяния? Фа указывает на возобновленное, новое предложение. Или же можно сказать То есть То есть То есть То есть То есть Если дело обстоит так, так что же заставляет тебя считать ложью и т.д. Альфа Харфун мобни аля фаттан Частицы с неизменяемым окончанием с фаттан на конце Ма это Исм мустифхамин инкарин То есть Вопросительное имя, вопросительное местоимение, выражающее порицание Мобни аля сакунин С неизменяемым окончанием сакуном на конце Фима халли рафли на месте паджа Раф именителю паджа Мобтадун Подлежащее именного предложения Глагол настоящего будущего времени Морфу он поставлен в состояние раф именителю Уизовительное наклонение Почему ли таджар руде химин на насыпе ульджазм Так как он свободен от амину факторов насыпы и джазма У алямату рафа и признак состояния рафа в этом глаголе Отдамут излах рату аля ахили хи явно отдаму на его конце У фаэль и у фаэль действующий лицо это дамирон мустотрум фиихи Джавазан скрыто в нем в допустимой форме местомения Такдир ухо хуа Которое выражено местомением хуа Вальфиула мааа фааалих глагол юкадзибу со своим фаалем Хуа Все это джумулятун фаалетун Глагольное предложение Фи махалли рафи на месе паджа раф именителю паджа Хабар вальмуптадай Сказуемое подлежащего ма Вальмуптада у маа хабарихи подлежащие ма со своим сказуемым Юкадзибука все это джумулятун и смеетун Именное предложение Истинное фиетун Возобновленное новое предложение Или же Ау Джавабу шертын ага или джазмин Или же мы скажем Это ответное предложение для условного имени ида Которое не ставится на глагол состояние джазмин Уфи кэля лихтима алейна ла махалла лахминал араби И в обоих возможных вариантов Это предложение не имеет места в падеже Дальше Бааду это Зарфу заманен обстоятельств времени Мобни аалад домин С неизменяемым окончанием с дома на конце Почему Лихадзфель мудафи лейху ниятима анаху Так как Его мудафи лейху То есть его второго челезофетного сочетания Удален Наряду с подразумеванием его смысла Значения Посредством любого подходящего для этого слова То есть, например Баада дайлики После этого Или же Баада лидзи Такадам После всего упомянутого То есть, удаленную мудафи лейху Может быть представлен любым словом Указывающим на его смысла или значения И если бы здесь, например Мудафи лейху Подразумевался, например, конкретным словом То в этом случае Бааду не был бы маблиц с неизменяемым окончанием. Чтобы лучше понять данную тему, мы бы посоветовали книгу, которую надо в Баллиусаде ибн Хишама, ибн Хишам аль-Ансали, с разъяснением этой книги Мухаммада Мухеддина Абдул-Хамиду . В этой книге приводят всевозможные четыре варианта подобных слов, т.е. Бааду, Кабли и т.д. Значит, Бааду это у нас в махалле на сменном месте падежа нас в винительном падежа, азарфа замайнен обстоятельства временем. В бааду это мудав является первым членом из-зафетного сочетания, аль-Мудав и лейхи, а мудав и лейхи махзуфан удалён. Т.е. второй член из-зафетного сочетания удалён, как мы уже упоминали. Дальше беддини. Аль-Баад харфу джарм предлог родительную падежа мобниу аль-Касрин с неизменяемым окончанием с Касрин на конце. Аль-Дини маджрурн бель-Баи поставлен харфом Баад в состояние жарва родительной падеж. Аль-Баад харфу джарм предлог родительную падежа мобниу и поставлен им состояние жарва имя аль-Дини мутаалликун бель-фелис состоит в смысловой связке с глаголом юкадзибу. Аллаху альм.